Здравствуйте, дорогие подписчики, это Политбюро. Меня зовут Александр Шелест и Геннадий Балашов, лидер партии 5.10 в нашей студии. Здравствуйте. Начнем с очень интересного голосования Верховной Раде, которое вернуло, по сути, прежнее правило растаможки автомобилей из Европейского Союза, из западных стран, из Америки в том числе. Возникает несколько, знаете, когнитивный диссонанс. С одной стороны, мы понимаем, что государству нужно работать, платить зарплаты бюджетникам, пенсии. С одной стороны, мы видим, как многие воспользовались этим законодательством для того, чтобы не волонтерить или там не в армию пикап купить, а для того, чтобы, собственно, купить машину подороже, премиум-класса. И продать машину. Продать, пользоваться самому. Но с третьей стороны, мы понимаем, что если эта норма вернулась в довоенные, ну, скажем так, правила игры, то получается, что как бы война прижилась. В марте месяце, когда враг немножко откатил, и президент, безусловно, благодарный героическому народу, он говорил в своих видео следующие слова. Мы создадим новую экономику, налогов не будет, мы дадим возможность людям зарабатывать, мы не будет не 5%, а 2%. И вообще, если хотите, то не платите. Главное, работайте. Мы убираем растаможку, это же, даже когда раздали оружие, даже заговорили, и пошел закон об оружии. Много говорилось в марте, когда жареный волк поджарил жопу государству. Как только Навалово, чиновники вернулись, и все, кто сегодня голосовал за возвращение растаможки, с машинами. Уже с машинами? Они их не теряли. Потеряли люди в Буче, в Ирпене, в Донецке, в Донецкой области, в Херсоне. Там потеряли люди машины. Кто-то выезжал на машине и разбил ее. Кто-то, просто она старая стала, где-то под танк попала. И, в принципе, когда принималось, судя по всему, то решение от страха, от того, что, возможно, хотелось сделать что-то хорошее этому народу, думали так, что, ну вот они завезут машины, пусть хоть что-то получат дешево. Потому что люди ж не знают, что мы платим 34% на таможню. Это 10% пошлина, 1,5% военный сбор, и на все это, в том числе и на пошлину, 20% НДФ. Что 34% не платят даже Соединенных Штатов Америки при завозе. Там, когда завозишь машину, 7%. То есть богатый американский истеблишмент, имея вот это все свое великолепие с производства машин, включая электрические, платят 7%, когда завозят купленную машину в Европе. 7% в Украине, так как здесь неразбомбленные города, здесь процветающее население, здесь вообще супергосударство, платите 34%. Вот что они вернули. Они вернули и похоронили доверие к выступлению президента в марте месяце. Когда люди, тогда еще Арестович тоже выступил и говорит, мы должны видеть Украину футуристически, как суперсвободное государство. Что здесь должны быть самые свободные законы. Мы должны сами явиться примером для Европы более свободного бизнеса, более свободной экономики. И это все вторил ему президент и повторял парламент. И освобождали людей. Прошло немного времени. Государство это монстр. Его исправить нельзя. И оно вернулось. Еще раз повторю. Все, кто голосовал сегодня за отмену, машины имеют и не одну. А две-три. И живут не за то, что зарабатывают, а за то, что они при государстве прикормились. И довольны государством, потому что они хорошо устроились. Но это все и для них закончится. Когда-нибудь они выйдут на пенсию. Им не заплатят пенсию. Им не дадут достаточно средств для существования. У них бизнеса здесь не будет. Потому что здесь весь бизнес воровской. Ты либо сядешь, либо украдешь и уедешь. И получается, здесь остается то, что остается. Поэтому все эти люди, сидящие в парламенте, которые проголосовали за это, машины уже имеют. А люди, которые в Буче потеряли, больше их не получат возможность купить дешево. Давайте. О позитиве. Отменили полтора процента военный сбор для военнослужащих. Да, отменили. И, собственно, наконец... Слишком маленькие цифры. Отменили и хорошо. Знаете, когда... Вот чем должен руководствоваться президент, когда он сейчас принимается, если он хочет действительно быть великим человеком? Перестать запрещать. Перестать ограничивать. Вот отменили с военнослужащих. Отлично. Еще и с ментов отмените. С врачей отмените. С учителей отмените. С нас со всех отмените. А также с обменных курсов отмените. И с машин отмените. Отлично. Если это начало, что всех отменят. Отлично. Если президент будет чаще говорить слово, а разрешаю. Разрешаю жить. Разрешаю работать. Разрешаю заводить без пошлин. Разрешаю вести бизнес без налогов. Разрешаю. Тем больше он будет великим человеком. Любой великий цезарь и его величие заключил. Не в том, что он запрещал. А в том, что он миловал. Как только он миловал, он становился великим. Как только великие люди милуют. Злые, подлые, завистливые запрещают. У нас злое, подлое, завистливое государство. Это очень хорошие слова. Но здесь своеобразный снова когнитивный диссонанс. С одной стороны, мы видим, как гибнут люди, стираются с лица земли. Города. Бьют и вновь предрекают серьезные проблемы в Харькове. Потому что там бьют и в центре, и по окраинам, и по районам. Гибнут дети. С одной стороны. А с другой стороны, мы видим заработавшие диско-пляжи в Киеве, в разных уголках, где это возможно. Мы видим, как жарят шашлыки, пьют коктейли, радуются, веселятся. И, собственно, по-другому не могут проводить это время определенные люди. И это вступает в какой-то тяжелый спор с реальностью. Что вы об этом думаете? И насколько... Я вот думаю, человек, который уехал с территории Украины, его разбомбили в Харькове, и он уехал куда-нибудь в центр Европы. Там же жизни не прекращаются. Там живет. И он, попав туда, он приходит в себя. Он понимает, что его разбомбленный Харьков – это не один мир. На этом он не заканчивается. Что есть другой мир, который живет достойной, нормальной жизнью. Если на территории Украины одна часть будет жить хорошо, достойно, помогать, но там воюют люди. А задаться вопросом надо так, что вот этому человеку, которого не смогло защитить государство, которое 30 лет обворовывало его, обложило налогами, не дало заработать свой капитал, потому что он срывается оттуда, у него ничего нет. У него разбитая квартира, разбитая машина, и он с пожитками уезжает, и даже денег нету, чтобы пожить какое-то время. Это все сделало государство. И когда он переезжает на другую часть Украины, не туда, в Европу, он попадает в депрессивное состояние арестованных мужчин, где он не может даже подняться. Он же прибыл сюда без квартиры, без машины, без денег. Это государство его сюда приезжает. И государство ему говорит, а ты еще и налоги платишь. А мы тебе вот проверочку. А мы тебе вот пошлины. У нас же война. Харьков разрушен. Он говорит, это я Харьков, я разрушен. Чего вы, блядь, с меня берете налоги? Это вы мои города разбомбили. Ведя там боевые действия. Это я. Я гражданин Украины. Это мое. Это я стою на таможне. В очереди растаможить чего-нибудь. Это мне везут продукты и трехкилометровые очереди стоят. Это я стою на заправочной станции и покупаю талон, чтобы купить бензин. Это проходит здесь. Это я покупаю по 60 гривен. А вы, государственники, получаете талоны. Вот в чем проблема. Мы неправильно ставим акценты. То есть мы не разрешаем жить. Мы запрещаем жить, потому что война. А может быть использовать войну в плане улучшения жизни. Ну хотя бы кто-то, хотя бы эти переселенцы, когда сюда приедут, скажут, фу, вот это Украина, вот это да. Да, перетель, подождем. Поможем армии, потому что они защищают нашу свободу. А сегодня армия, даже которая вернется, она вернется в налоги и в не в свободу. В то же самое государство, которое и было. Которое будет его налогами облагать. Да, она раздаст программе льготы кому-то то. Но люди когда говорят, так они что-то, смотрите, освободили, дали вместо 5-2%. Не, все продукты питания 20%. Все, что заводится в Украину 20%. За все вы платите в магазине плюс 20%. И это с гражданами. Это уставоваться. Вот ты в Буче потерял дом, вот стоит он сейчас раздробленный. А государство говорит, мы ждем программу маршалов. А вы не хотите сейчас уже дать на восстановление? Или на покупку, если я в Харькове потерял, на покупку здесь? Ну, ипотечное кредитование открыть. Я бы пошел, купил, да? Черт с ним, дайте мне кредит, я куплю. Я то и забуду, может я не вернусь туда. Поэтому государство наоборот должно на вот этой территории давать жить лучше. И война этому может способствовать. Потому что именем войны вы можете много сделать и конституцию поменять. Которую надо менять. Она же полсоветская. Ее же туда напичкали столько социальных гарантий, что государство их просто не тянет. 7 миллионов людей получают так или иначе деньги из бюджета. 7 миллионов. Добавьте сюда 11 миллионов пенсионеров. Итого 18 миллионов. Дети, уехавшие. И осталось пару миллионов, которые вынуждены нам бензин завозить. И не могут. Вы знаете, вот здесь как раз таки об этом диссонансе свидетельствует сообщение о мэрии Чернигово, которого не пропустили, а он как бы должен был ехать в Польшу, какие-то братские связи наводить, новые, скажем так, отношения с польским одним из городов. Но по данным источников разных, собственно, не столько туда он направлялся, сколько свои владения в Италии, в Швейцарии. Какого чиновника возьмите? Просто отношение уже поменялось. Когда мы видели этого мэра, который на фоне разбитых городов, который ежедневно включался, говорил о тяжелой ситуации в кольце вокруг города Чернигово. Это отношение одно. А когда мы видим, что, собственно, нужно выехать туда под предлогом рабочей командировки, а на самом деле где-то что-то перепродать, переоформить, это совсем другое. У всех государственников есть ксила на выезд. Все позаботятся. Они умеют работать с документами. И участника боевых действий, и что он может выехать. Все есть. Они решают для себя вопрос как в параллельном мире. Вот все для людей НДС, это для вас НДС. Это вы тратите НДС. А чиновнику это наживо. Может, через меня подпись документа проходит. Это я разрешу или не разрешу вашу проводку. Вот и все. Это такое государство, которое существовало исключительно для себя. Поэтому нас погубит вот это кумовство. И кумовство не исчезло с приходом Зеленского во власть. Знакомых продолжали назначать на хлебные должности. А хлебные должности у нас любая государственная должность. И вот этот мэр или кто там он, это один из, а не все такие. Любого копнителя. Он весь замазан в бизнесе, в строительстве, в каком-нибудь крадишках с бюджета. Во всем этом он замазан. Такое государство. Мы же к этому привыкли. Когда видишь на полках и прилавках сетей супермаркетов немаркированную продукцию, ровно такую же, которую переселенцы получали в пакетах с гуманитаркой, и вот, собственно, когда, грубо говоря, в исполкоме каком-нибудь тебе вручили этот пакет, ты достаешь и видишь сахар немаркированный, ровно такой же лежит в магазине за деньги, когда видишь соль турецкую или там одесскую, Одесса очень известная, скажем так, по добыче соли место. Тысячелетие. То мы понимаем, что, ну, там, это не россказни, и сколько не бьет государство палкой по рукам людям, которые торгуют гуманитаркой, это, ну, никуда не девается. А государство не может бить, потому что оно соучаствует. Это же кто сопровождает грузы, кто разрешение дает на завоз сюда, свободного же волонтерства его как такового нет. Нет, нельзя открыть фонд, который можно потом, потому что его невозможно ввести из-за налогов, из-за того, что кучу разрешений должны давать вам на отзрузку товара. То есть вы просто, это непрозрачный рынок. Ну, а вообще во время войны эта проституция хорошо зарабатывает, хорошо зарабатывают интенданты, которые снабжают армию на снабжении. И, конечно же, надо осваивать военные бюджеты, которые выделяются в огромном. А кто это делает? Обычно граждане не имеют доступа к этому всему. Это вот, которые люди, или чиновники, или околочиновники, или их родственники. Это все то же самое, как у мавсту. Государство, государственное не устройство даже, а государственный подход надо менять. Они же не меняются, государственный подход. Он за 30 лет тот же самый. А нужно менять государственный подход. То есть если это все ради граждан, чтобы они зарабатывали, богатые люди не будут воровать. Вот простой секрет. А голодные волонтеры, многие же волонтеры появились. Слушай, у тебя нет денег. На что ты живешь? Я вот волонтерю. А сколько ты получаешь? Ничего. Подожди. Ты всегда ходил голый боссый. Куда у тебя денег? На волонтерство. А вот люди присылают, и я вот это распределяю. А что ты ешь? А не ешь ли ты с этого дела? Ну, помните, как в этом старом, ну, со всей толерантностью, старый еврейский анекдот, да? Что, мол, папа, а что такое банк? Видишь кусочек сала? Вот мы уберем, кладем его, а ручки-то остались. Вот оно, многие кинулись в волонтерство именно с этой целью. Мы не будем там мыхать весь волонтерский рух, потому что многие действительно. Но вот когда благотворительные фонды открываются на Западе, всегда миллиардеры, миллионеры, они спрашивают, сколько вы себе оставляете? Десять процентов, если это фонд, то они должны на зарплату, на бензин, на еду, на все. Люди же за что-то жить должны быть. А если они бьют себя в грудь, мы ничего не берем, так у нас все чиновники бессребренники. Ну, потом жена богатая, квартиры у прокуроров, у мамы, пачками деньги в палетах вывозят. Это все как-то само пришло. Геннадий, еще один вопрос и благодарность всем, кто досмотрел до этого места наше видео, уже поставил лайк, пишет комментарии, он, наверное, важный. Вот, наверное, потому что мы пытаемся заглянуть вот туда, что там будет после войны, как будет жить страна, что останется, что новое и что вот уже, ну, точно не вернется. То, что делает сейчас государство, чтобы здесь никого не осталось. Останется 20 миллионов госслужащих, немного в здравоохранении будет, полиция, чиновники. Одна партия? Ну, не одна, их будет, наверное, несколько, но доступ к средствам массовой информации будет одна партия иметь, наверное. Поэтому государство на сегодняшний день своими поступками и жадностью, оно делает все, чтобы здесь не было украинцев. Граждан Украины здесь не должно быть. Сюда ведь нам что приготовили? Сельское хозяйство и Айти. Для этого людей не надо много. Сколько там тех Айтишников? А сколько там в сельском хозяйстве надо людей? Ну, наверное, в пять раз меньше, чем даже сейчас занято. Мы же, когда анализируем вот этот вот зерновой кризис, зерно продано уже крестьянами давно. Оно продано зернотрейдерам иностранным. Это они пытаются вывезти свое зерно. Но они, когда будут вывозить, им надо отдать налог на добавленную стоимость. Один депутат, он так и сказал, он говорит, нам же нечего дать зернотрейдерам вернуть 20%. Поэтому давайте людям вернем НДС на машины. То есть вы хотите ободрать своих граждан, которые к сельскому хозяйству никакого отношения и зерно не имеете, чтобы отдать зернотрейдеру. Бедному зернотрейдеру. Или бедному пинчуку на возврат, если он руду вывозит. Или бедному владельцу металлургических комбинантов, потому что он металл вывозит отсюда. Это очень бедные люди. Давайте с учителя обдерем и ему дадим. Или того же самого солдата обдерем, потому что он же в магазин идет, он 20% платит. Обдерем и его. Вообще всех обдерем. А сами будем двойной моралью жить. Двойной жизнью. Будем делать вид, как Брежнев говорил, будем делать вид, что едем... Мы никуда не едем. Мы выгоняем. Вот сейчас что происходит? Путин выгоняет отсюда людей, сгоняет их со своих городов. А государство гонит их дальше. И оно совершенно не заинтересованное. Несмотря на все прокламации президента в ежедневных обращениях. Он говорит, возвращайтесь, мы вам столько тут дадим. Что? Что вы дали? Вы же их налогами. Вы же их проверками. Вы же их запретами. Вы же их невозможностью вести бизнес. Вот что вы им дали. Вы их даже мужчин арестовали. Вы же крепостное право какое-то. Один депутат же высказал, а давайте выпускать мужчин за деньги. Это министр, советник министра МВД предположил, что есть такая идея. Гениально, крепостные. 3-5 тысяч долларов и пускай ее едет. Так кто такой украинец? Чем он отличается от русского? Свободой, европейскостью, отношением к миру. С осознанностью, что родину надо защищать. Не надо было никого заставлять в военкоматы бежать, записываться в терроборону, стоять на постах и брать автоматы против, когда русские сюда ехали. Не надо. Это было самосознание. Это народ-герой. Но государство к этому народу-герою как к шлаку относится, который ему не нужен. Вот самое ужасное, что украинскому государству, в том состоянии, в котором оно сейчас существует, не нужны люди вообще. Вот если их не будет вообще. У нас же есть руда, металл. На это людей много зерно. И все. А зачем все? Люди не надо. А зачем? Люди вообще вредны для государства. Ну, мы не государство, мы канал Политбюро, нам люди нужны, поэтому подписывайтесь, дорогие друзья, ставьте лайк этому видео, пишите, что вы думаете. Согласны вы? Кстати, проверьте налоговую систему. Введите 20%, там, не знаю, 200 гривен за просмотр вашего видео. А посмотрите, сколько у вас людей останется. Вот наше государство примерно точно так. Свою территорию превратило в зону запугивания денег, людей и товаров. И едьте к нам. Мы вас тут... Опа! Не-не-не-не-не, давай так. А давайте вот по-другому, как у нас работает. Есть кнопка спонсорства. Есть возможность поддержать. Люди, которых мы не просим этого делать, находят в описании к видео реквизиты и периодически присылают немного, по чуть-чуть, но кто как. Это идеальный либертарианский мир. Если у тебя есть деньги, ты всегда будешь жертвовать. Потому что здесь на подкорке всегда записано, если ты хорошо развился, заработал на какой-то территории, среди людей, твоя социальная обязанность процентов 10 отдать по-любому. Поэтому я желаю нашему государству, этому я ничего не желаю. Желаю политическому руководству страны кардинально запустить процесс формирования другой экономики в Украине. Вот такой, как на канале Политбюро. Поэтому так и напишем. Это вот идеальный либертарианский канал и процесс взаимоотношений с вами, дорогие подписчики. Будьте вместе с нами, берегите себя. Вас благодарю за беседу. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok